Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион» и я Кристина Рабина. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня выпуски. Грипп не пройдет. На курорте началась массовая бесплатная вакцинация населения. «Анапу» попробовали на вкус и нанесли на гастрономическую карту России. В нашем городе побывал десант журналистов и представители туроператоров России. Будьте здоровы! Сегодня заслуженный работник здравоохранения Кубани Виктор Крымуля отмечает 55-летний юбилей врачебной практики. Железнодорожный вокзал сегодня посетил исполняющие обязанности главы «Анапы». Юрий Поляков поднял вопросы, которые волнуют сотни и даже тысячи людей – жителей и гостей курортного города. Для местного населения это платная стоянка, для прибывающих на отдых – неприемлемо высокие цены на такси. Как уже к следующему сезону урегулировать обе проблемы, решали на месте. В час пик территория у железнодорожного вокзала похожа на улей. Десятки движущихся автомобилей, сотни пешеходов. И без того узкая проезжая часть загромождена машинами таксистов, большая часть из которых – нелегалы. Но при этом старая привокзальная площадь сегодня практически пустует. Александр Смирнов, за плечами которого многолетний опыт работы в Роте ДПС, предлагает полностью изменить схему использования территории. Сегодня очень много территорий есть. И 25 лет эта территория не менялась. Хотя сегодня поток транспорта, но и другое. Сегодня надо пустить автобусы, допустим, отсюда, именно отсюда, чтобы уходил он в Витязево, в Анапскую, в Анапу. Понимаете, вот так расходился вот здесь. А у нас все проходящие. А что проходящие из Витязева идет? Вы понимаете, из Витязева? Что значит проходящие? Значит, он полный. Выезд получился комиссионный. В порядке на основном транспортном узле Анапы заинтересованы все службы. Исполняющий обязанности главы Анапы обходит с комиссией территорию. И, конечно, обращает внимание на санитарное состояние вокзала. Это вокзал. Это лицо города-курорта. Мы приезжаем, заходим и сразу видим полную мусорницу, мусор. Никакой архитектурной формы нет. Один такой объект, другой такой. Всех заставить. Если вы хотите, сдаете в аренду, имеете с этого какие-то дивиденды, деньги. Все должно быть в одном стиле. 22 железнодорожных состава в сутки прибывают в настоящее время на вокзал. И это еще не максимальная цифра. Через Анапу едут транзитные пассажиры в Крым и обратно. Отсюда отправляются в самые разные города России. В Анапе отдыхали? Витязево? Как погода? Я два-три на штормила. А откуда вы? Мы из Секотеринбурга. Все понравилось? Очень отлично. Еще приедете? Приедем. Ну приезжайте. Завершает выезд тема нелегальных такси. В каждый сезон это бич Анапы. Непомерные цены и полное незнание города. Не лучший имидж для курорта. У нас от такси все местные работают, нет? Ну не все. У нас зачастую попадаются машины там... А как они заезжают сюда? Мне вопрос, а где они налоги платят? Это в основном не легально. Если даже они, как граждане России, хотят здесь работать, они должны на учете стоять в налоговой инспекции Анапского района. Поставить информационный стенд с официальными ценами и только легальных перевозчиков. И тогда наши гости останутся с правом на выбор. На выбор достойный и безопасный. Все прозвучавшие предложения сведут в один комплексный план. Буквально каждой службе Юрий Поляков дал поручение найти оптимальный путь. Сделать железнодорожный вокзал современным и цивилизованным транспортным объектом. Вспышек заболеваний гриппом пока не зафиксировано. Но профилактикой нужно заняться уже сейчас, предупреждают врачи. Как не подвергать опасности себя и близких? Ответ прост. Необходимо поставить вакцину. В Анапе началась пресезонная вакцинация населения от гриппа. Первыми прививку уже поставили медики. Теперь специалисты в ожидании жителей города. Ведь чтобы преодолеть эпидемиологический барьер, нужно привить не менее 30% анапчан. Несколько секунд и защита от вируса гриппа на год гарантирована. Вот уже много лет подряд Лариса Владимировна делает прививку в своей поликлинике. Собственным примером доказывает необходимость профилактики. Я делаю это уже на протяжении лет 15, так как происходит большой контакт с заболевающими пациентами. И для безопасности себя и окружающей моей семьи, конечно, я прививаюсь. Это действительно работает. И это делать необходимо, в принципе, если нет противопоказаний медицинских. Потому что осложнение гораздо серьезнее, опаснее, коварнее, чем, так скажем, вероятность каких-то побочных действий прививок. Четыре года назад появился отечественный препарат «Савигрипп». Сегодня он стал достойной заменой зарубежным аналогом и активно используется для бесплатной иммунизации. Вакцина полностью безопасна не только для детей, но и для будущих мам. Прививка переносится хорошо, применяется у детей с полугода, особенно показана беременным женщинам на всех сроках беременности, лицам, страдающим хроническими заболеваниями, а также лицам, имеющим повышенный риск заболевания гриппа. Показания и направления на вакцинацию осуществляются врачами-терапевтами на приеме вне очереди, а также в кабинете неотложной помощи, который располагается в холе регистратуры поликлиники. Сейчас вакцинацию проходит весь медицинский персонал города. Сразу после них в обязательном порядке будут привиты сотрудники полиции, воспитатели детских садов и учителя школ. Жители города также приглашаются на прививку от гриппа. Процедура абсолютно бесплатна. Число анапских казаков, которые приняли участие в военно-полевых сборах, увеличилось на четверть. Мероприятие проходит по Добинскому в историческом для казачества месте. Анапчане традиционно среди лидеров. Затем, как казаки занимаются боевой физической подготовкой, знакомился исполняющий обязанности главы города-курорта Юрий Поляков. Всего на полевые сборы Таманской дивизии в этом году прибыли порядка двух с половиной тысяч казаков взрослых и 250 юных. Еще полторы тысячи занимались на стрельбище в Раевской. Там анапчане стали лучшими. В этом году в лагерь по Добинскому прибыли 350 человек. На 100 больше, чем в прошлом году. Две роты взрослых и взвод юношей. За день до военно-полевых сборов анапчане разбивали палатки. Я вам скажу, мне понравилось, как они все выставили. Я высказал слова благодарности. Но есть вопросы не только к Анапе, и к другим также, в том числе и к Анапе. А по большому счету, так сказать, достойно себя ведут, достойно себя показывать. Комплекс подготовки включает как традиционные физические упражнения, бег, подтягивания, так и специальные дисциплины, метание ножей и упражнения с автоматом. С условиями сборов, а также с тем, как идет подготовка анапских казаков, ознакомился исполняющий обязанности главы города-курорта Юрий Поляков. В муниципалитете казаки занимаются охраной социальных объектов, больниц, школ, детских садов, участвуют в патрулировании улиц. Очень отрадно сказать о том, что казачество занимает в нашей жизни определенную позицию. Мы желаем вообще мирного неба, но должны быть готовы всегда. Уже в ближайшее время будут подведены окончательные итоги сборов. Анапчане уже традиционно занимают на них одно из первых мест. В его трудовой книжке немного записей. Первая сделана 57 лет назад, 25 августа 1960 года. Сегодня Виктор Андреевич Крывуля, почетный гражданин города-курорта Анапа, заслуженный работник здравоохранения Кубани, отмечает 55 лет врачебной практики. Его справедливо называют легендой нашего города. Всю свою жизнь он работает и сейчас каждый день знаменитый хирург приходит в городскую больницу, где при его непосредственном участии построены ее основные корпуса. Добрый, внимательный, чуткий. Эти эпитеты для хирурга не самые главные. Но о Викторе Андреевиче Крывуле всегда начинают свой рассказ с его коллеги и пациента именно так. Что называется, заслужил он и внимание, и любовь. Утренняя планерка в городской больнице поэтому началась со слов признания и благодарности. 42 года отработал на одном месте в городе Анапе. До этого он работал на Дальнем Востоке, в Донецкой Республике. И всю свою трудовую деятельность посвятил не только лечению, но, я так понимаю, спасению людей. Виктор Андреевич, будучи главным врачом, никогда не упускал любую возможность, чтобы отметить медицинских работников, почествовать их, поддержать. Он точно знает, что главное – это люди, их таланты и способности. И вот сегодня такой день, когда есть повод обнять этого прекрасного хирурга, руководителя и человека и сказать ему слова благодарности. Исполняющий обязанности главы города-курорта Юрий Поляков сделал это от имени всех анапчан. Я хочу вам пожелать здоровья, Виктор Андреевич, поработать еще на благо Анапы. Еще тружусь. Я знаю, что вы тружусь. Поработать. Еще пока не отпускаю. Вы делаете хорошее, полезное дело, а вы даете здоровье людям. Пусть вас Бог благословит и даст вам долгих лет жизни. Все, что хотел сказать о жизни и профессии Виктор Андреевич, он сказал в своей книге. На чувство гордости за причастных к судьбе здравоохранения города он имеет полное право. Принял больницу на 30 коек, а довел ее до 670. Значит, там все написано. Городильный дом, инфекционный корпус, пищеблок, терапевтический корпус. Значит, настройка второго этажа на старым инфекционным корпусом. Это все мое. 55 лет назад он, выпускник медицинского университета, мог бы остаться в Донецкой области, но, как и положено было, поехал по распределению в далекий Шимановско-Мурской области. Три года он не просто практиковал и оперировал, а руководил железнодорожной больницей. О нем писали в местной газете. Его уважали за главное качество характера, чуткое отношение к людям и профессионализм. Потом он работал на Украине, в родном Харциске и однажды, отдыхая в Анапе, получил приглашение на работу главным врачом горбольницы. Крывуля изменила ее облик и до сих пор работает в хирургии. И по-прежнему любим и уважаем за необыкновенную доброту и щедрость души. Анапу нанесли на гастрономическую карту России. Так называется проект, стартовавший под патронажем Федерального агентства по туризму. Его задача способствовать появлению так называемых гастрономических маршрутов. По аналогии с тем, как многие посещают Германию, Австрию или Чехию, чтобы отведать местного пива. Делегация специалистов в туристической отрасли и журналистов прибыла в Краснодарский край. В Анапе гостей встретили греческим колоритом. Этому подвалу больше полутора веков. Его построили черноморские греки для бочек с созревающим вином. После революции подвал перешел в собственность местного колхоза. А во время Великой Отечественной войны его использовали в качестве бомбоубежища. Сегодня на историческом месте частная винодельня. Традицию возрождает предприниматель Валерий Асланов с единомышленниками. В прямом смысле совмещая вкусное с интересным. Мы вот на этой стене показали историю греков. Как они приехали, вспахали землю, посадили виноград. Здешнее вино регулярно завоевывает награды на выставках, в том числе международных. Емкости готовы принять виноград нового урожая. Ежегодно в подворье старого грека готовы встретить порядка 6 тысяч туристов. Мы говорим о качестве, потому что вот что нравится туристам, им нравится вот та камерность, которая у нас существует, беседы с ними, разговоры, рассказ о вине и все прочее. Если это поставить на поток, можно увеличить в три раза, но мы потеряем клиента. В этот раз гости и слушатели, журналисты и специалисты туристической отрасли с юга европейской части России. Елена Александрова из Волгограда работает в туристической фирме. Считает агротуризм перспективным в целом и Анапу как направление в частности. Еще не организовала ни разу, но теперь, естественно, буду. Тем более, есть коллеги, которые уже имеют огромный опыт и можно сотрудничать. В Краснодарском крае составители гастрономической карты начали путешествие с регионального центра, побывав в ресторанах этнической кухни. В Новороссийске посетили Абраудерсо. В Анапе у гостей достаточно насыщенная программа. Анапа с точки зрения развития агротуризма имеет колоссальный потенциал и уже достигла значительного уровня развития. Кроме этого, еще мы посмотрим целый ряд объектов интересных на территории Анапы. Но, к сожалению, еще и большое количество объектов достойных, которые не удается спастить, поскольку сжато время. Проект всероссийский – один из стратегических приоритетов, обозначенных губернатором Венина Ивановичем Кондратьевым по развитию аграрного туризма, как в том числе и фактор, обеспечивающий интересный досуг для наших гостей, показывающий наш культурный потенциал, наш гастрономический теперь уже потенциал региона Кубани и Краснодарского края. Ну и, конечно же, это возможность увеличить сезон и в межсезонье наполнить турпоток. Специалисты называют кубанскую кухню феноменом, который впитал идеи из русской, украинской, греческой кухни народов Кавказа. Завершился тур по региону в комплексе «Атамань», где его участники познакомились с отдельной региональной версией гастрономической карты. Загорание сухой травы и мусора, короткие замыкания электропроводки, поджоги – основные причины пожаров, происходящих на нашем курорте в жарком августе. Изнуряющая жара и сильный ветер способствуют быстрому распространению огня в каждом пожаре, на тушение которых анапские огнеборцы выезжают от 40 до 60 раз в неделю. О мерах предосторожности в нашем материале. Местный пастух пытается залить огонь из ведра. На помощь спешит небольшой автомобиль. Его особенность в том, что вода подается под давлением, поэтому ее расход меньше. Также есть пенообразователь. В этот раз управились за считанные минуты. Такую картину сейчас в Анапе можно наблюдать, если не каждый день, то достаточно часто. Много сухой травы, ветер и, как говорят специалисты, человеческий фактор. Любая банка может сфокусировать любое воспламенение сухой травы, сухой растительности. Любая банка прозрачная, бутылка пустая. Председатель Анапского общества охотников и рыболовов показывает остатки шпал, пропитанных криозотом. Отсюда, около трех недель назад, огонь начал распространяться вдоль насыпи по траве. На пути мусор, который служит дополнительным топливом. В эту яму, которая буквально в паре сотен метров, пламя перекинулось с насыпи. И явно было чему гореть. Следы пожарища еще видны сквозь молодую растительность. Любая свалка, можно сказать, питательная среда для огня. Характерный мусор в торговой точке. Это уже явно предприниматели. Справа то, что горело, слева уже свежий мусор. Чуть ниже по линии распространения огня строительный мусор. А ему, как правило, сопутствуют останки растворителей и другой горючей химии, обрезки пластика. Здесь же проходит газовая труба. Благодаря вниманию общественникам и слаженным действиям всех городских служб удалось избежать более серьезных последствий. Это естественная среда обитания всех диких животных. Начиная от фазанов, водоплавающей птицы и всей их массы болотно-луговой дичи. Спасибо пожарной части нашей, которая оперативно сработала и умело затушила пожар. Картина с такой концентрацией свалок для Анапы нетипичная. Как рассказали в городской администрации, коммунальщики в постоянном режиме ликвидируют такие точки, но они появляются в других местах или даже на том же месте. Проблема существовала и раньше, но она усугубилась после того, как по решению суда был закрыт полигон в хуторе Красный. Бороться со стихийными свалками помогает информация, которая поступает от населения. Исполняющий обязанности главы города Юрий Поляков поручил активнее подключать администрации сельских поселений и территориальное общественное самоуправление к выявлению очагов возгорания. Вместе с тем есть места, где наладить постоянный контроль практически невозможно. На днях пожар произошел между станицей Благовещенской и поселком Суворово-Черкесский в старой пойме реки Кубань. Как пояснили специалисты, чтобы поднять дичь из труднодоступных мест, браконьеры часто используют пиротехнику. Только за субботу-воскресенье на участке между Благовещенской и Суворово-Черкесском, где в воскресенье был отмечен крупный ландшафтный пожар, нашими службами было зарегистрировано 12 групп охотников. При этом на удалении в бинокль оптика нам позволила увидеть, что охотники применяли фаер-средства. Эти средства именно послужили по нашим анализам, провоцировали этот огонь. С 9 августа в городе-курорте действует особый противопожарный режим. Это означает, что разводить костры, сжигать мусор строжайше запрещено. Но даже в населенных пунктах каждому двору и предприятию не приставишь по посту. Тем не менее, к нарушителям правил пожарной безопасности будут применять меры. От штрафов до запретов к любым видам деятельности, что наносят урон природе. О замеченных фактах возгорания необходимо незамедлительно сообщать дежурному пожарной охраны по телефону 01-101-396-10-5-0-0-50. Анапа помимо статуса всероссийского детского курорта вполне может считаться городом доступной среды. Проблем трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья нет. Центр занятости ведет сотрудничество с организациями города-курорта, предоставляющими вакансии. К каждому человеку находит индивидуальный подход. Сейчас свободно два особых места – уборщика и швеи. Работодатели специально закупили самые современные оборудования. Подробнее узнать о них и других рабочих местах можно на ярмарке вакансий. Ее ежегодно организовывает Центр занятости. Регулярно выезжают и в сельские округа, информируют население об услугах и свободных местах. Сегодня Центр занятости готов предложить людям с ограниченными возможностями здоровья более полутора сотен вакансий. Узнать о них можно как через интерактивный портал, так и непосредственно в Центре. А чтобы предоставить максимально полную информацию, здесь проводят ярмарки вакансий. Мы проводим ярмарки не только для большого количества организаций, но также и моно-ярмарки для одной конкретной организации. У нас есть уже такой опыт. Мини-ярмарки, когда могут принимать 2, 3, 4, 5 организаций. И, конечно же, 2 раза в год обязательно крупные ярмарки вакансий, где более 40 предприятий представлены на нашей ярмарке. Алиса уже закончила университет по специальности преподаватель иностранных языков. Ее мечта – работать в школе. На ярмарку ей посоветовали прийти родители. Увидели объявление в газете. Эта организация очень эффективна уже. Она показала высокие результаты в помощи работы и тому подобное. И мы видим большие результаты. По словам работодателей, ярмарка вакансий удобна тем, что здесь можно сразу пройти собеседование. При себе нужно иметь только паспорт, а также рекомендации для индивидуальной программы. Университеты также сотрудничают с центром. Они проводят дистанционное обучение. Есть возможность развиваться. И мы предоставляем такую возможность людям. И я считаю, что это очень здорово, что люди могут развиваться, что им дается такая возможность. Нужно пользоваться и учиться, учиться. Сейчас в Анапе трудоустроено более 800 человек с ограниченными возможностями здоровья. По статистике, каждый второй посетитель ярмарки находит занятие по душе. Это один из лучших показателей в крае. 27 августа в день всероссийской акции «Ночь кино» жители и гости Анапы приглашают стать участниками развлекательной программы. К кинотеатру «Монитор» на театральной площади организуют ярмарку, проведет шоу-программу для детей и взрослых, разыграет призы и подарки. В течение вечера будут работать фотозоны «Салют-7», «Гоголь-начало», «Мульт в кино», «Звездная дорожка». Начало развлекательной программы в 17.00. Позже в этот вечер на театральной площади состоится праздничный концерт «Музыка-кино», а также пройдет торжественная церемония награждения лучших работников и ветеранов киноорганизаций почетными грамотами и благодарностями. Выступит народный казачий хор, а в 20.30 состоится показ одной из самых ярких отечественных премьер этого года. Приглашаются все желающие. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» «Докторская Тавровская» 189 рублей, «Сервилат Российский» 319 рублей, «Сосиски Крымские» 195 рублей, «Тавровские мясные лавки» в Анапе, «Парковая» 93А, «Крымская» 98, «Амелькова» 28 и «Астраханская» 75А. По прогнозам синоптиков, 26 и 27 августа в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов, ночью прохладнее 20 выше ноля. Ветер северо-восточный от 5 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 27 градусов. И в завершение выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости Медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Программа «Детокс-очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени, электрокардиограмма, внутривенное детокс-очищение, нейрофизиологическое обследование, рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. Анапа «Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова